Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, нажимать. Сегодня у нас в гостях в нашей традиционной зум-студии Александр Александрович Шарабин. Александр Александрович, приветствую вас! Добрый день! Я традиционно обращаюсь к каждому, с кем общаюсь, и всегда смотрю Википедию. Мне уже объяснили, что это ненадежный источник, особенно русская Википедия. Можно и верить или нет, давайте на вас проверим. Согласны? Ну, я думаю, что там не все соответствует, но можно проверить. Так, тут да, тут когда вы родились в городе Новосибирске, российский военный аналитик, политолог, картограф, профессор, доцент, доктор технических наук, кандидат военных наук, действительный член Академии военных наук, директор Института политического и военного анализа. И есть еще написано, что сегодня вы профессор кафедры сравнительной политологии, факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики. Это все правильно? Почти все, за исключением последнего, потому что я 10 лет преподавал в Высшей школе экономики, а сейчас решил заняться другими делами, а все остальное правильно. Знаете, очень интересно нашел о вас информацию о том, как вы защищали докторскую диссертацию. И там специальность указана, номер ее, технические науки, тема диссертации, спецтема. Я впервые с таким столкнулся. Видите ли, я военный, у меня и кандидатская, и докторская, к сожалению, такие, что я их не могу назвать публично. Я посмотрел одно ваше интервью, которое вы делали в Ельцин-центре, там вопрос тоже по ликкорректности касался, и тоже хочется задать вам вопрос о том, что происходит сейчас в Америке, в Миннесоте. И вот последствия этого, знаете, вот американцы любят какими-то потом слоганами все, ну, все дело оборачивать. Там сейчас очень большое, ну, как бы, развитие получил вот этот слоган «Черные жизни важны», Black Lives Matter. И в противоположности этому пошла вторая волна, когда другие люди говорят, что All Lives, все жизни важны, matter. Я, конечно, слежу за тем, что происходит в Америке. Мне это интересно и как политологу, и вообще просто как человеку. Мне это интересно как человеку, у которого там есть много друзей, близких. Я не совсем понимаю, что там в действительности происходит. С одной стороны, я думаю, что это и этнический конфликт, а с другой стороны, думаю, что не совсем так. Потому что вот если бы это был этнический конфликт, если бы это был типичный какой-то такой вот конфликт, который там уже был неоднократно, это было бы одно. Но дело в том, что это все наложилось на вот эту вот коронавирусную инфекцию. Ну, я вот про себя думаю. Вот в Москве мы сидим здесь в однокомнатных духовных квартирах. Ты сидел месяц, ты сидел два. Что с твоей психологией происходит? Мы не все понимаем, что с нами происходит. И вдруг тут такой вот конфликт, вдруг тут такое происходит. Я выбегаю на улицу. Дело в том, что вот эти чернокожие, извините, за выражение это может быть не очень корректно, они же живут в основном вот именно в таких квартирах. Там одно-двухкомнатных, у них плохие условия. Я бывал в США и не один раз. Для меня, допустим, было совершенно поразительным Вашингтон. До Белого дома метров 500. И на клумбе лежат люди, и их полицейские пытаются зачем-то поднять. Я остановился. Оказывается, вот этих людей, лежащих на этой клумбе, ну, цвет кожи я уже говорил, оказалось, что у них наркотики. Я думаю, как же так, 500 метров до Белого дома, они лежат на клумбе, у них наркотики. Что это такое? И человек, который меня сопровождал, сказал, да успокойся. У них у каждого по квартире, у них у каждого хорошие условия, может, еще по автомобилю. Это их проблема. Зачем ты к этому привлекаешь внимание? Я говорю, я это привлекаю, мне это интересно посмотреть. Вот смысл в том, что то, что происходит в США, мы не совсем понимаем вот так, как вот нам кажется. И еще один очень важный момент для нас. Вот наши средства массовой информации очень много кричали, что вот смотрите, вот у нас когда люди выходят на демонстрацию, так вот полиция, она действует нормально. Ну, бьет, ну и что? А что вы хотели? Ну, выжать демонстрацию, бьет вас. А в США бы вы вышли, вас бы застрелили. И многие люди думали, да, вот мы такие, вот в США бы нас застрелили. Вы посмотрите, что там происходит. Кого там застрелили? Кого там избили? Там нападают на полицию. Там очень четкая грань. Либо это мирный протест, и против этого мирного протеста никто не выступает. Вообще, ни полиция, никто. Мирный протест, люди имеют право на это. Это, кстати, для нашей власти, для нас всех, для понимания этого очень важно. Либо это действительно погром, это действительно нарушение всех прав, которые, возможно, там громят магазины, живут автомобили. Против этого полиция действует жестко и правильно действует. И вот, мне кажется, вот для понимания наших людей, эти картинки очень важны. Потому что у нас некоторые говорили, а чего они вышли там на улицу? Ну вот и правильно их делают, потому что это же, как бы, они же против власти пошли. Нет. Законный протест, это законный протест. Вот нарушение закона, массовые беспорядки, это совсем другое. Массовые беспорядки, это совсем другое. Законный протест, мирный протест, это одно, а массовый испорядок совсем другой. Вот это понимание, оно должно в нашей голове как бы уложиться. Ну вот видите, там все связано с свободами, может быть, которых не у нас совсем много, да. Вот надо определиться, наверное, в понятиях нам, что такое свобода, да, что такое безопасность, тоже поговорить, это всем интересно. Потому что у простых людей свобода, как бы, одна формулировка. Свобода – это делай все, что хочешь. Я посмотрел, вольнодумцев, которые так известны у нас в России, вольтера – определение одно свободы. Это исключительная возможность действовать. Ему оппонирует Гольбах, наверное, он говорит о свободе как о страсти, как о части твоей души, что каждая душа требует свободы. С другой стороны, мы сейчас столкнулись с необходимостью безопасности. Вот о чем мы сегодня с вами и хотели поговорить – о свободах и о безопасности. Вы как относитесь к свободе? Какое ваше определение свободы? Вы знаете, это очень интересный вопрос задали, потому что он для нас совершенно актуален, для нашего общества, для нашей жизни. Потому что люди говорят, ну что-то вы хотите, ну что тут свобода, ну давайте потерпим, потому что тут же проблемы для безопасности, тут же завтра эти террористы нагрянут, завтра какие-то тут, ну давайте потерпим. А в чем потерпим? А почему потерпим? И в чем тут разница между свободой и безопасностью? На самом деле тут нет вот этого противоречия. Противоречие совсем в другом. Вот вы знаете, интересно, что многие наши люди, ну простые люди, да и не только простые люди, даже некоторые начальники не знают современного понимания безопасности. Вот что такое безопасность вообще? Вот у нас, кстати, в 92-м году еще был принят закон о безопасности. В 92-м году. И его трактовка такова, что национальная безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства. И эта трактовка, она в разных вариациях соблюдается до сегодняшнего дня. И в стратегии национальной безопасности, до этого были концепции национальной безопасности, она соблюдается до сегодняшнего дня. И кажется, ну а что такое? А в чем смысл-то этого? Я повторю, ну может быть, дело в том, что она так на слух не всегда воспринимается. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства. Так вот, на первом месте личность. А потом... Но это не просто, Александр, не просто на месте первом, это на бумаге. Вот сейчас, в наше время. А вот, вот смотрите, какая штука интересная происходит. Государство на третьем месте. А у нас многие люди понимают, что безопасность – это безопасность государства. Сейчас мы тут порядок наведем. Вы кого? Вы на кого тут подняли голос? Ну и что тут? Ну и сейчас прекратите. Вы на государство рот открыли? Ну и у вас сейчас тут приструнили. Вот они нарушают закон. Они нарушают закон, причем они нарушают не просто закон, а и ту стратегию, которая была утверждена и принята. И самое интересное, что... Когда люди говорят, что, ну, давайте мы потерпим, чтобы безопасность была. А безопасность ради чего? Ради наших жизненно важных интересов. А в чем жизненно важный интерес? Вот меня, как человека, в чем мой интерес лично? А в том, чтобы я был вот лично защищен, чтобы я жил и чтобы я развивался. Вот два моих важных интереса. А что такое спецслужба? У нас говорят, вот у нас ФСБ спецслужба, вот у нас там еще спецслужба. Друзья мои, а вы хоть понимаете, что такое спецслужба? А спецслужба – это служба, которая не соблюдает законы. Она, где их не соблюдает, эти законы? В нормальном демократическом государстве везде есть спецслужбы. Они не соблюдают законы где? За нашими границами. Если это спецслужба моей страны, она там, наверное, где-то когда-то в интересах моих не соблюдает законы. И я на это смотрю вот через темные очки. Понятно, да. А в моей стране, извините, есть закон. И вы не имеете права не соблюдать закон. Так вот, когда говорят, вы знаете, вот США, допустим, вот маленький пример. Почему ФБРовцы не подают руку ЦРУшникам? А по той самой причине. Потому что ФБР соблюдает закон. А ЦРУшник нет. И ЦРУшник, да, он в интересах США действует. Ну, это их заслуги, это их правила. Ну, он там. А здесь у меня, в США, шаг влево, шаг вправо, ты преступник. И в этом плане, вот, я на стороне ФБР. Они правоохранительная служба. Они не спецслужба. Они правоохранительная служба. И вот у нас этого понимания, к сожалению, нет. Даже на самом высоком уровне. И сколько я на эту тему говорил. У меня есть друзья, которые на эту тему говорят. Нет понимания, что спецслужба, да, они были всегда, есть и будут. Но, и они в стране есть, есть и будут. Ну, допустим, главный разведуправлений, сейчас это называется главный управлений генерального штаба. Нет вопросов. В военном надо знать, что там противники про них хотят. Конечно. Ну, правильно понял. Они действуют так, как они умеют. Есть служба внешней разведки? Есть. Да, пожалуйста. А почему Федеральная служба безопасности вдруг этим занимается? Она не может быть, она не может быть, она не может быть, сказать, службой. Она обязана быть правоохранительной службой. Это очень важный вопрос. Министерство внутренних дел это что такое? Оно должно быть правоохранительной системой, так сказать. Ну, все органы и так далее по списку. И это очень важно, потому что вот эту грань надо провести. У нас никогда не проводили. Кстати, вот мы живем уже 30 лет скоро, наверное, в новом государстве. И вы знаете, вот очень важный момент. вот сегодня многие из моих друзей говорят, а что случилось? А вот почему, как мы оказались в такой ситуации? В какой ситуации, я всегда спрашиваю? А что случилось? Они говорят, ну вот все плохо, вот экономика не развивается. Вот прав и свобод у нас оказалось меньше в результате, чем было раньше. Вот у нас что-то институты государственные типа парламента, там, партии, чего угодно, не развиваются. Это, подожди, друзья мои. Давайте начнем сначала. Ну, всегда сначала хочется начать. И вот у нас совсем недавно был такой разговор серьезный по поводу октября 1993 года. Он многим не нравится, причем, знаете, правозащитникам. Они считают, что Ельцин был такой нехороший, что он там с помощью оружия подавил, там, демократию вот, что я считаю, там, парламент разогнал. Я говорю, подожди, друзья, какой парламент? Что у нас до 1993 года был парламент? Что у нас была демократия? Что у нас было с 1993 года? У нас была советская власть. А читайте классика. Владимир Ленин четко объяснил, в чем разница между советской властью и демократией буржуазной, так называемой. Он все четко расписал. Так вот, у нас не было никакого ни парламента, никакой этой демократии. И только в 1993 году, да, жестко, да, с кровью, но мы избавились от этой советской власти. Можно, люди одни могут сказать, что да, мы освободились от этой советской власти. Другие люди, которые ее любили, могут сказать, что мы ее свергли. Но мы вот теоретически стали жить в другой системе. Ну, сложилась ли она сегодня до конца? Нет, к сожалению, нет. Я очень надеялся, что мы, допустим, глядь на тех же большевиков, но сможем выстроить много государств. Сегодня принято ругать, допустим, того же Гайдара, что ничего не получилось. Да, Гайдар отвечал, какой маленький кусочек всей системы. Он отвечал за экономику. Друзья мои, армия, полиция или тогда милиция, а прокуратура, а суд, а вообще вся система управления помимо той самой экономики, она где? Кто ей занимался? Гайдар? Нет, он за это не отвечал. Больше того, эти люди, которые отвечали, они старались как-то все это спустить на тормозах. И сегодня мы понимаем, вернее, не мы понимаем, а вот большинство людей, я думаю, как и я, который думает о том, что произошло, мы понимаем, что мы не выстроили новое государство, мы не создали новую Россию. И когда говорят, ну мы же как бы живем в другой стране, да, что было тогда? Были банки? Нет. Появились банки, да. Не было учета земель там и собственности, не было, у нас сейчас есть учет земель и собственности, не было парламента, появился парламент, ну, теоретически, а все другое нет. Кто создал новую службу безопасности? Кто создал новую армию и флот? Кто создал новую прокуратуру? Так она у нас со времен Вышинского какая была, она такая и есть. Что вы хотите от прокуратуры, которая сажает какого-то мальчика, который вышел на улицу в одиночный пикет там с протестом под теток? Что вы хотите от этой прокуратуры? Ее так учили, она так действует. Мы живем 30 лет новому государству, ничего на основу нет. И парадокс в чем, что вот эти институты не были выстроены. и вот я Бориса Николаевича Ельцина считаю выдающимся человеком, мне довелось с ним общаться и я его поддерживал многократно и как говорится жизнь клал за его выборы. У меня огромное количество к нему претензий, в том числе он не мог понять, что нужно сделать и которые были вокруг него, они понимали, что нужно делать, некоторые не понимали. И вот сегодня мы 30 лет живем в Новой России. Институты, которые начали строиться в Новой России, они строились. Вот парламента не было, появился парламент. Плохой или хороший, но он был тогда парламент и там могли, например, президенту вынести вводу в недоверие. Например, и там была борьба фракции, там была борьба интересов партии, которые представляли группы населения. Это здорово, такого не было в России много-много лет. Есть новые институты, которых у нас не было. И вдруг что мы сегодня видим? Есть парламент? Нет, конечно, парламента. Что мы видим? Слава Богу, пока банковская система работает, которую создали приемцы. У нас, когда люди начинают ругаться, они много-много чего находят. Можно вообще его ругать можно совсем, так сказать, как человека не очень хорошего в моральном плане. вы меня извините, а был ли Борис Николаевич допустим тот же самый парламент? Александр Александрович, может быть проблема все-таки вот в речевом и в понятейном понимании тех же вот свободы, безопасности. Что я имею в виду? Например, в английском есть понимание той же безопасности два слова security и safety. Они абсолютно разные слова. Одно касается жизни человека, безопасности его, чтобы спасти личные жизни, всего остального. А security это другая безопасность. Но у нас в стране, мне кажется, нет такого понимания, нет договоренности. Людям просто говорят, переводят оттуда все, под мерами безопасности мы должны принять. А меры безопасности в нашем сегодня российской действительности это ограничить права и свободы людей. Камеры везде наставить, охрану поставить, железные рамки поставить везде. То есть у людей нет понимания. Вот на Западе оно есть, они сумели договориться, понятие той же безопасности как safety и как security. Я тоже бываю на Западе и вижу то, что люди понимают. В России произошла подмена, большая подмена этих понятий. Вот у меня вот вопрос, мы сейчас в самоограничениях, в самоизоляции, само-само-само. И мне кажется, что все это как бы стоит или основано, ну, по крайней мере, эксплуатируется вот эта теория страха, людям нагнетают этот страх, а под это загоняют безопасность, вот эту так называемую безопасность. Кому сегодня выгодно в России. Кто получает дивиденды от этой, так сказать, безопасности? Кто главный, как это называется, бенефициар? Вы знаете, на самом деле, вот как ни странно, от этого получают дивиденды все. И власть, которая в нашей стране сегодня есть, даже некоторые крупные бизнесмены получают от этого власть выгоду, потому что ситуация какая, когда вроде бы ты открываешь рот и что-то хочешь сказать по поводу того, что происходит, и вдруг ты окажешься, что ты враг, потому что ты вредишь безопасности. Смотри, а спрашивают, а какой безопасности? Ты вообще враг, потому что ты против безопасности выступаешь. А вот смотрите ситуация, она у нас на глазах. Вот сейчас в Заполярье произошел выброс вот этих вредных веществ. Вернее, ну, что там говорить, ну, мазут этот выплыл, природу. Это же ужасно, потому что в Заполярье природа настолько ранимая, я там все проехал, все знаю, там, извините, если прошел какой-то транспорт, это 20 лет хранится, а тут мазут выплыл, это все ужасно. И почему не сразу узнали? А потому что так устроено. Молчи, не дай Бог, кто-то узнает, тихо все, спокойно. И когда это все выпало наверх, то даже президент начал там психовать, но система так устроена, что как бы ты, говоря о произошедшем, ты враг. Вот этого недопустимо, потому что в принципе система безопасности работает только тогда, когда есть нормальная система повещения. она должна работать с самого низа. Вот я рядовой гражданин, я должен сообщить наверх, что здесь проблема, здесь что-то случилось, давайте быстро отреагируем. А мне говорят, тихо, спокойно, сиди, не открывай рот, не твое дело, мы без тебя разберемся. Это плохая система. Вот с такой системой мы должны бороться, причем она должна работать, нормальная система, должна работать на всех уровнях, снизу, доверху. И во многих странах она работает, кстати. Мы иногда смеемся над теми же немцами, а она у них работает. Она у них работает, причем настолько четко работает, что мне на память не приходит сейчас ни один случай, чтобы я мог привести, хотя это в следующий раз обязательно вспомню, когда у нас будет разговор. Смысл в том, что система работает только тогда, когда в ней завязано все. Не тогда, когда там какие-то начальники говорят, какие-то начальники слушают, а когда снизу доверху поступает сигнал, и он проходит быстро доверху этот сигнал. А если он не проходит доверху, ну и что, и зачем в этом смысле? Вот в принципе мне кажется, что вот эта ситуация историческая, вот этой экологической катастрофы, она должна заставить задуматься в том числе и о политических вещах. Не может так развиваться государство, когда там что-то случилось, а начальник узнает бог знает откуда. Кстати, очень даже хорошо, что он об этом узнал из этих социальных сетей. Он над ними посмеялся, но здорово, что есть социальные сети, из которых можно узнать то, что не сообщают снизу. У Министерства обороны, кстати, великолепнейшая система есть, которая, ну, наверное, заставит завидовать всех, там, и ФСБ, и МВД, у них работает эта система, они знают все снизу до верху, и, возможно, они доложили об этом, но дошло ли это опять же до президента, не знаю, это пусть там разбираются люди, вот, системы должны работать, и для этого, собственно, наше государство, оно для чего? Для того, чтобы нам служить, для того, чтобы нас извещать о том, что произошло, а если оно не знает, что там произошла катастрофа, если оно не знает, как на это реагировать, и зачем мне такое государство, вопрос задачи, вот, и тоже касается и системы безопасности, дело в том, что, вот мы с вами начали на эту тему говорить, мне это, вы знаете, очень больно, почему, потому что я в первый раз с этим стал тесно заниматься этой системой больше 30 лет назад, и тогда у нас не было никакой концепции национальной безопасности, ни военной доктрины, парадокс в чем, вот, некоторые люди думают, что в советское время все это было, в советское время говорили о военной доктрине, и я, как человек, служащий в армии, я понимал, что, ну, они говорят, что вот у нас военная доктрина такая, и когда я первый раз пришел в генеральный штаб, я попросил своего начальника почитать военную доктрину, сказал, у меня высшие формы допуски, дайте мне посмотреть, он меня посмотрел как на дурака, и сказал, какая еще военная доктрин, я говорю, у нас же есть она, вы понимаете, что какая, не было ничего подобного, что есть сегодня, мы живем в другом мире, у нас другие совершенно понятия, о безопасности, о военной деятельности, о военной доктрине в том числе, и у нас есть сегодня военная доктрин, мы можем ее обсуждать, мы можем соглашаться с ней или нет, вот у нас на днях совершенно появился новый документ, который раньше не был открыт, о променении ядерного оружия, и я вам скажу честно, я ждал документы с содроганием, почему, с содроганием ждал, я очень его боялся, и он меня порадовал, скажу почему, когда принималась новая военная доктрина, та, которая существует сейчас, очень много было точек влияния внутри нашего эстеблишмента политического и военного, которые говорили, а что мы тут это, мы же сильный, отчего мы не предусмотрим вариант, когда мы первые допустим ударим, отчего мы не предусмотрим варианты использования ядерного оружия в ограниченном каком-то варианте, когда у нас маленькие ядерные удары, мы нанесем и там повернем в ужас каких-то противников и достигнем своих целей. Я был тогда в шоке и сделал все возможное со своими друзьями, теми, которые принимают решения, что это невозможно. Это мы должны сохранить те пункты и положения, которые были в прежней военной доктрине. Их сохранили. И сегодняшний, кстати, вот этот документ, который сейчас опубликован, он не противоречит тому, что было в нашей военной доктрине, что есть. Смысл в чем? Там все очень просто. Когда мы можем применить ядер оружие? Только в одном случае. Вернее, в двух случаев. Когда применили против нас. И второй вариант. Когда на нас напали с обычными средствами вооружения, но мы на грани жизни и смерти. Мы гибнем. И мы тогда в ответ применяем ядер оружие. Все. Два варианта. Третьего нет. И это плохо. Да плохо, конечно. Но мы должны понимать, что это применение ядерного оружия ставит на грань существования всего человечества. Вот это не я, не ты, не он. А это тот, который живет в Америке, тот, который живет в Китае. И всем будет изображение капец. Вот мне повезло в жизни общаться с академиком Моисеем. Его сейчас мало кто знает. это был совершенно выдающийся человек. И он заставил наших советских вождей немножко задуматься о том, что у вас в руках. У вас в руках совершенно дьявольское оружие, которое может ликвидировать весь мир. Если вы нажмите кнопку, не будет не только Америки, не будет мира. Не будет ни тебя, ни меня, ни его не будет, никого не будет. И он когда на эту тему начал объяснять элементарные вещи нашим политическим детям, они тогда задумались. И вот сегодня, к сожалению, сложилась такая ситуация, что те люди, которые знали Никиту Моисеева, которые понимали его идеи, они ушли. Их нет. Но пришли новые молодые, которые в войнушку не наигрались, не понимают, чем это грозит? Вы знаете, какая штука? Многие ругали Брежнева. Ну, допустим, ну, да было за что, но Брежнев воевал. Брежнев воевал. И Брежнев на своей шкуре знал, что такое война. Он понимал, что это катастрофа. Это катастрофа не только для него, а для всей страны, для всех людей, и не только в моей стране СССР, а во всем мире это катастрофа. Брежнев это понимал. Люди, которые пришли на смену, они все меньше понимали. Допустим, тот же Горбачев, он еще как-то соблюдал эти вещи, которые были после Брежнева. А потом пришли другие люди, и что? Они не знали, они не воевали, они не знали, что такое война. Они к этому относились очень просто. И сегодня сложилась такая ситуация, что людей, понимающих, что такое ядерная зима, а их практически среди руководителей нет. И в этом беда нашей нынешней системы, потому что мы живем ну как бы нам кажется, что это же элементарно, это же так просто. А нет, оказывается, не так просто, когда некоторые, допустим, генералы Пентаголии, некоторые генералы у нас считают возможным нанести какие-то ограниченные ядерные удары по противнику. Какие ограниченные ядерные удары? Вы что, господа, какие ядерные удары? Это же как цепная реакция. это моментальная ядерная война. Ядерная война это смерть всему человечеству. Это смерть всему, чего наша цивилизация достигла за все тысячелетия. Наши отцы за чего умирали? Наши деды зачем они жили, если мы все это похороним под этим грузом вот этой ядерной зимы? Это на самом деле ужасно. И к сожалению в мозгах многих людей этого до сих пор не отражено. А вот люди которые обычные люди ну они живут они на это как бы не всегда реагируют. Ну что сделаешь? Так жизнь устроена. Александр Александрович вот вы заговорили сами о военной доктрине о национальной безопасности нашей страны. Я как священник ну я понимал что это такая я не выводил вас на эту тему вы сами заговорили скользкая тема и наверное не обо всем не публичная скажем так тема где можно только обсуждать со священником. У меня один вопрос вы участвовали и были начальником группы исследований проблем национальной безопасности вот как раз разработки военной доктрины центра военно-стратегических исследований гердштаба я прочитал тоже где-то о вас у меня вопрос вот при составлении этой доктрины тогда и сейчас учитывался ли религиозный фактор в мире во внешней и во внутренней так сказать политики в доктрине но во внутренней понятно вот религиозной для меня понятно нас всех постарались загнать в некое религиозное гетто а во внешней во внешней вот когда составляли внешнюю доктрину учитывали например что США это страна двухпартийная демпартия есть и республиканцы которые больше протестанты по своей вере учитывалось ли например Европа католики протестанты или новая реальность ислам в Европе во многих странах Южная Америка где у них там ну с моей точки зрения социалистический социалистическое христианство или там исламский мир который тоже многополярен да там шииты суниты и разные разные толки еще вот это учитывалось смотрите смотрите очень очень важную тему затронули как относится допустим безопасность и религия вот например у меня есть друзья которые говорят ислам и безопасность это несовместимо ислам это это враги всех исламистов надо преследовать и наказывать я говорю подождите друзья а вот такой-то человек он чем плохо да он мусульманин это наш друг это выдающийся человек ну он исключение я говорю подождите а точно так же можно подойти к нам ну сказать что все христианство потому что там оно было тогда-то и тогда-то оно тоже рекционное оно тоже такое можно сказать террористическое это неправильно вообще никогда нельзя по принципу религиозности или отношения к той или иной конфессии считать что человек плохой или хороший это просто бред это просто совершеннейшее ну не знаю извращение вот мы с вами сейчас США это наблюдаем и там ведь не только национальные там религиозные сейчас там религиозные сейчас начинаются в воззрение принимать своего внимания и я думаю только одну вещь что США благодаря вот тому механизму который у них есть решение вот этих проблем они разберутся дай бы Бог нам разобраться с этим потому что у нас к сожалению вы знаете очень легко взорвать нашу обществ нашу жизнь с помощью любых провокационных вещей в том числе межрелигиозных и у нас обозвать кого-либо ненормальным ну это мягко говоря а сказать что это враг ну он он христианин но не такой он мусульманин но он не такой а и вообще мусульманин это не наш человек ну разве мы это не слышим в нашей повседенности слышим вот с этим нам надо бороться потому что нашу страну взорвать очень тяжело наши предки нам подарили уникальное общество в котором разные религии в котором разные мировоззрения они как-то между собой увязаны они как-то между собой работают мы можем принять человека с другой религией замечательно мы можем принять человека с другим мировоззрением мы можем принять человека другим цветом кожи ведь мы этим гордились потому что когда вы помните первые люди с черным цветом кожи у нас появились А если их там в то время воспринимали очень плохо, то мы их воспринимали нормально, потому что нам казалось, что это нормально совершенно. И еще один маленький момент. Вот смотри какая вещь. Ну, у нас есть очень много людей, которые специализируются на противопоставлении одной христианской религии другим. Я честно вам скажу, я сторонник коммунизма просто. Если кто не знает, пусть почитают в словаре, что это такое. Но я отношусь настолько к христианству с высочайшим почтением, любое ее проявление, любое его течение, мне кажется, это высшее проявление от Бога. Потому что так сложилось. И когда кто-то говорит, что он католик, а это что, это плохо? Он там лютеральный протестант. Подождите, друзья мои. А вы православные? И что это значит? Это вы высшие или кто вы? Вот я, например, считаю, что это недопустимо в нашем обществе. Мы живем в 21 веке. Экуменизм – это норма. Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы друг друга понимать, друг друга приветствовать и отдавать почести все, которые это возможно только близким людям. И вот я надеюсь, что в этом и состоит наше будущее. Понимаете, и я человек военный, и когда приходилось испытывать самые жесткие испытания, когда вопрос о жизни и смерти, там никто не смотрел какой-то религии. Ты мусульманин. Ты, может быть, православный или ты, кто там, иудей? Нет. Никто никогда на эту тему не спрашивал. Ты мне, брат, ты меня поддержал, ты закрыл мою спину. Спасибо тебе. И вот на этом держится вся цивилизация человеческая. Мне кажется, в этом есть будущее наше. Согласен полностью с вами. У меня вот такой тогда вопрос. Где проходит черта и граница между национальной безопасностью и свободами людей? Свободой слова, свободой религии, ну, разными свободами. Где эта граница, вот на ваш взгляд? Вы знаете, на самом деле эта граница, она очень подвижна. Она очень подвижна, потому что люди, которые это трактуют, зачастую не очень образованы, не очень знают, что это такое. Ну, так сложилось. К сожалению, вот Борис Николаевич Ельцин, я человек, которого считаю выдающимся человеком, он отец-основатель моей страны. Он отец-основатель моей России, в которой я живу. И когда его там ругают, я говорю, ребят, да его можно ругать за что угодно. Он отец-основатель моей новой России, Российской Федерации. А дальше вы, пожалуйста, все говорите про него, что угодно. Очень много минусов. Так вот, он не сделал некоторые вещи. Он создал, вложил основу, так скажем. Мы с этого начала передачи стали говорить. И парламента, и банковской системы, и систему учета собственности, земель, собственности. И много каких-то других систем, но он не тронул советские системы. Армии, флота, ФСБ, МВД, прокуратура, суд. Они остались советскими. Прокуратура осталась с имени товарища Вышинского. Мы сегодня имеем это. Хотим мы это, не хотим. Но представьте, те прокуроры, которые работали в советское время, они остались нам сегодня. И они нам рассказывают сказки про закон и порядок. Ну как они могут рассказать закон? Александр Александрович, мы 20 лет в судах, и много судов против нас, против церкви, прокуратуры. Вот сейчас у нас тоже дело. Они хотят снести храмы в рамках неограниченного количества людей, там всего остального. Я знаю, о чем Вы говорите. Вот поэтому я и говорю, что, к сожалению, Борис Николаевич тогда... Вы знаете, самое интересное, что он не то, что не понимал. У нас шла большая работа с Батурином, Юрием Николаевичем. Юрий Батурин был тогда его помощником. И мы очень многое с ним говорили вот на эту тему, что нужно сделать, чтобы создать новые силовые институты. Потому что страна новая. Их нельзя взять оттуда. И там был отработан целый механизм. Как их создать? Ну, Юрий Батурин был уволен через месяц буквально после того, как мы с ним все отработали. Ну, так получилось. Другие силы пришли. Но вся ерунда-то заключается в том, что взамен-то ничего. И тогда мы сегодня начинаем ругать. А вот, говорит, в Новой России такая прокуратура. А вот в Новой России такой-то суд. Я говорю, ребят, не надо на Новую Россию катить, бочку. Это советская прокуратура, это советский суд, только в худшем проявлении. Это советский суд и прокуратура в худшем проявлении. Почему? Да потому что лучшее все было отсеяно, а новое ничего не появилось. Их не создали новые ни суд, ни прокуратура, ни армия, ни флот, ни МВД. Вот мы назвали полиция. Ну, простите. Мы же помним, для чего была милиция. От этого спекулянта душить, не пущать, свободы там, все это пресекать. Милиция была для этого создана. А тут обозвали эту же милицию полицией. Ну, только ничего не помнял. Ну, они не виноваты. Вот, вы знаете, я... Когда кто-то скажет, ты, типа, клеветник. Вот сейчас есть глава Дагестана Владимир Абдуалевич. Вот. Хороший человек. Он, между прочим, был замминистра внутреннего дела, генерал-полковник МВД. Я всегда этим людям говорю, вот, почитайте, что говорит этот человек, генерал-полковник МВД. А он там говорит простые вещи. Когда к нам в органы приходит молодой человек, который хочет за родину, за порядок против преступности, и вдруг он видит, что здесь все не так. И ему деваться некуда. Он либо под эту систему пристраивается, либо она его выплевывает и выгоняет. Так это не я сказал. Это сказал первый замминистра внутренних дел. Вы меня извините, так сказать. Это генерал-полковник сказал. А ведь то же самое происходит и не только у нас, и в той же армии. У нас многое что изменилось, в той же армии. Когда пришел Сердюков, министр обороны, то многие говорили, что это же здорово, что гражданский министр обороны. Здорово. Хорошо. Но, к сожалению, человек не понимал эту систему. И к людям, которые в погонах, он относился не как к людям, а к каким-то там винтикам или просто там человечкам зеленым. И результат, вот он у нас налицо. Но, когда пришел Сергей Кожукетович Шойгу, он сделал очень много для армии. И я ему за это благодарен, я его за это уважаю, потому что он к людям в погонах отнесся как к нормальным людям. Но с первого шага были совершены серьезные ошибки. Он не должен был надевать погоны. Я знаю, что он не очень хотел их надеть погоны, но так решил верховный и главный командующий. Это была ошибка. Потому что министр внутренних дел, министр внутренних дел, директор ФСБ, других силовых ведомств, это должны быть гражданские люди. Почему? Это люди, которые ничего... Человек в погонах, если он в погонах, он ничего не должен просить. Он выполняет государственные обязанности, государственную службу. А если ты министр обороны в погонах, пришел в Государственную Думу, начинаешь говорить, что мне надо там бюджет и так далее, это ненормально. Вот гражданский министр обороны, он может прийти в Государственную Думу и просить денег, просить обеспечения для своих людей в погонах. Он должен просить то-то, то-то и то-то. С другой стороны, он является представителем нашего гражданского общества в военной структуре. То есть он наблюдает за тем, что происходит в этой структуре со стороны нашего общества. А так получается, что мы ему надели погоны эти, и он теперь военный. Что не совсем хорошо, во-первых, потому что это дискредитирует звание военного человека. Человек, чтобы стать генералом армии, ну извините, служит там 30 лет, огни и воды проходят и войны, и вдруг кто-то сбоку получается его выше и тоже в генерал армии. Ну это совершенно бредовая ситуация. Вот, поэтому, кстати, когда говорят, ну это же советская традиция, ну какая советская традиция? Не было никакой советской традиции. Ну какой был военный человек, допустим, Троцкий? Ну тогда погон не было. Или Фрунзе, какой-то военный человек. Ну были военные люди, да, там, которым погоны нацепляли. Ну Булганин, что ли, это маршал был? Ну смешно там, или Устинов. Устинов, что ли, маршал Советского Союза? Ну это, на самом деле, дискредитация воинского звания, что, в общем-то, для военного человека очень неприятно и нехорошо. Чтобы стать генералом, надо пройти много чего. Вот, а у нас сегодня получается так, что захотел наш вождь и дал тебе звание, и ты теперь там ничего не нашел. Ну это ненормально. Александр Александрович, мы тут столкнулись тоже, вот, за 20 лет многое увидели уже. У нас рядом, где церковь находится, микрорайон, называется Байконур. Строили специальное жилье для тех, кого планировал свою водитель с Байконур. Они все квартиры здесь получили, прям рядышком. Вот, и когда вокруг нас решили построить торговый комплекс, там, шведско-английская фирма, то город, не федеральные даже власти, не областные власти, а город, просто взял и забрал. Там землеобороны были, мы смотрели по картам, по всему, я писал много, куда. Это вот как раз, наверное, приход министра, который умеет торговать, наверное. Я не понимаю в этом всего, но мы столкнулись с этой ситуацией. Там половина участка, город просто своим постановлением забрал из земель Министерства обороны. Я открывал тогда закон, я в шоке был. Я, священник, который ничего не понимает, но там четко и ясно написано, что только президент имеет право решать такие вопросы. Кусок земли, там 14, по-моему, гектаров раз, и шведам отдали под строительство строительного магазина. Все. Ну, о чем мы говорим? Вы правы, что должны военные подниматься по своей служебной лестнице, да? Ну, это оборона нашей страны, это наша безопасность, о которой мы с вами сегодня говорим. Я вас очень, ну, хорошо понимаю. Можно я задам последний вопрос, наверное, у нас, как всегда, традиционный. Я услышал, что вы посмотрели наш эфир уже, и вы знаете, что наш канал называется «Взгляд с небесным». И я спрошу вас, знаете, вот о чем. Вот вас тоже взяли в небеса небес, как пророки иногда в Библии пишут, что был восхищен ангелом или Богом. Вы посмотрели на Россию, на свой труд. Скажите, вот, что бы вы ответили, что бы вы сказали, кто сегодня победил в России? Безопасность или свобода? Вы знаете, какая штука интересная. Мне почему-то верится, вот я не знаю, я так настолько верю в свой народ, что мне кажется, что вот эти вот колебания, которые происходят в нашей жизни, и они, безусловно, будут еще. Но мне кажется, что когда мы после 70 с лишним лет тоталитарной вот этой вот диктатуры, когда нас, наш народ истребляли, наш народ уничтожали, наш народ вот угнетали, и вдруг мы поднялись сами, без всякой оккупации, к нам не приехали американцы, японцы или еще кто-то, мы сами поднялись и освободились. Я думаю, что вот этот наш сильный народ в наших корнях, в нашей генетической памяти заложен на свободе. И мы поднимемся, и вот те институты, которые у нас начали закладываться, парламент, армия, армия нормального, хорошего государства, госбезопасность, которая будет не ловить тех, кто против думы, а шпионов ловить будет, не полиция, которая ловит того, кто выходит на забастовки, а того, кто украл что-то там и присвоил, вот это все появится, и я верю, что это вот в ближайшем будущем, ну не знаю, сколько это произойдет, мне мои друзья говорят, ну вот ты мечтатель, я говорю, ребята, ну в историческом масштабе это мгновение, это мгновение, это нам кажется, ну для нашей жизни, может быть, этого не хватит. Я вот, допустим, ровесник нынешнего президента, вот, наверное, я, может быть, и не доживу, потому что он хочет править долго, но это же в историческом масштабе ничто, ничто, и наша жизнь, она все равно неизбежно придет к тому, чтобы мы стали жить иначе. Наши дети, я уверен, будут жить в свободной, красивой, проспетающей России, которая может стать лидером мира. У нас говорят, вот мы там могли занять там третий, четвертый. Друзья мои, к семнадцатому году Россия шла в лидеры мира, в лидеры, не второе место, а первое место в мире. Ну, так не получилось, ну, что сделать? Я надеюсь, когда-нибудь мы будем лидерами. Благодарю вас за ваше время, за ваши ответы, искренние, честные, за ваше беспокойство и, ну вот, особенно в последнем вопросе вы ответили, что вы болеете за Россию, за нашу страну, как и все мы. Мы любим нашу землю, мы родились здесь. У нас большое, великое прошлое, и нам хочется хорошего будущего. Просто нам, гражданам России, во всех отношениях хочется быть свободными людьми, свободно верить, ходить в свои храмы или мечети, или другие места. Нам хочется быть людьми, хочется, чтобы нас слышали, а не разгоняли, как вы сказали уже. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Для наших зрителей я напоминаю, что с вами был я, епископ Альберт Радкин, и наш канал «Взгляд с небесным». Благослови вас, Господь. Аминь. Благодарю вас. Продолжение следует...